Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Во время она, вшедшую Иисусу в Капернаум, приступи к нему сотник, моля его, и глаголе, Господи, отрок мой лежит в дому ослаблен, люти стражда, и глагола ему Иисус, ас пришед, исцелю его, и, отвещав сотник, речей ему, Господи, несем достоин да под кров мой внидише, но ток морцы слова, и исцелеет отрок мой, ибо аз человек есм под властью, и мы под собою воины, и глаголу всему, иди и идит, и другому, прииди и приидит, и рабу моему сотвори сие и сотворит, Слышав же Иисус, удивися, и рече грядущим по нем, аминь, глаголю вам, не во Израиле талики веры обретов, глаголю же вам, якомнози от восток и запад приидут, и возлягутся Авраамом и Исааком, и Аковом во Царствие Небесном, Сынови же Царствие изгна не будут во тьму кромешную, то будет плач и скрежет зубом, и рече Иисус сотнику, иди, и як же веровал, и си будет тебе, и исцеле отрок его в той час. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня воскресенье, 21 июля. В этот день Церковь предлагает нашему вниманию евангельское чтение от Матфея. Это 8 глава, с 5 по 13 стих. Давайте послушаем, как это Евангелие звучит на русском языке. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему, я приду и исцелю его. Сотник же, отвечая, сказал, Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек. Но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди и идет, и другому, приди и приходит. И слуге моему, сделай то и делает. Услышав это, Иисус удивился и сказал идущим за ним, истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада, и возлягут с Авраамом, Исааком, Яковым в царстве небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику, иди, и как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час. Такое повествование о необычайном чуде предлагается нашему вниманию сегодня, дорогие братья и сестры, в Евангелии от Матфея. Итак, удивительный рассказ Евангелиста от Матфея, который поразил, вот эти события поразили даже самого Христа, что он настолько восхитился этим сотником. И центральным моментом этого Евангелия, конечно же, является вера. Итак, Иисус идет в Капернаум, и ему навстречу, к нему подходит сотник, то есть один из начальников римского войска, сотник, да, должность его. Понятно, что он был язычником, но он ко Христу подходит и говорит, Господи, слуга мой лежит дома в расслабленном состоянии и сильно страдает и может умереть, да, в итоге, если мы продолжим его речь. То есть вот Евангелист Матфей говорит как раз таки о слуге. Видим, насколько этот сотник заботится о своих людях. Любовь, да, мы здесь можем видеть. Ну что, много ли у него, мало ли у него могло быть слуг? Ну, заболел, да, человек в то время, непростое и жесткое. Ну, умрет, ну, дальше-то что? Другой будет слуга. Но нет, вот он находит Христа и просит его, чтобы он его исцелил. Значит, он как-то вот особенно так о нем заботится или обо всех вообще любит, проявляет любовь. Иисус говорит ему, я пойду исцелю его. Ну, чтобы, да, было такого, что Господь прошелся бы в его дом и исцелил его. Но здесь вот этот человек, имя которого нам неизвестно, говорит очень интересные слова. Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под мой кров. Я язычник, да, он это понимает. И может быть иное о том, что знал Господь, и знал этот человек о своем недостоинстве, он говорит, да, чтобы такой, чтобы ты пришел ко мне. Но скажи только слово, и он выздоровеет. Сколько поражает эта вера этого человека. Он говорит, я хоть человек и подвластный, да, он занимает, конечно, должность, но тем не менее, он человек подвластный, имея у себя в подчинении некоторых воинов. И одному говорю, пойди, и он идет. И другому говорю, сделай, и он делает. И слуге говорю, прийди, и приходит. И так далее. Да, то есть я хоть человек и подвластный, человек, могу указать кому-то то, что необходимо сделать, и он будет делать. А ты, и наверняка здесь мы можем продолжить слова этого сотника, что ты сын Божий, необычайный человек, пророк, или как он понимал Христа, можешь словом исцелить, словом, скажи слово, говорит, и он выздоровеет. И вот это, конечно, поражает Христа. Он говорит, удивляется Господь. Он говорит, что я, говорит, не видел, и в Израиле такой веры не нашел, не нашел. Не просто увидел, а не нашел даже. Ведь Господь общается со многими людьми. И даже когда совершает чудеса. Говорит, я в Израиле не нашел такой веры. И продолжает. Говорю вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Аковом в Царстве Небесном. С востока и запада. То есть Господь здесь говорит напрямую о язычниках, что они придут и примут Христа. Они придут и примут Евангелие. И возлягут, то есть станут наследниками Царства Божьего. В Царстве Божьем будут. А сыны Царства извержены будут. То есть это избранный народ. Иудеи, где Господь проповедует, которым приходят. Они будут извержены вон, во тьму кромешную. То есть погибнут из-за своего вот этого неверия, постоянного противления истине. И сказал Господь сотнику, иди, и как ты веровал, да будет тебе. По вере вашей, да, мы слышим это из Писания, да будет вам. И выздоровел слуга его в тот час. То есть сразу же, вот он, как сказал Господь, даже ничего не произнес, он говорит, ступай, как ты верил, так и будет тебе. И тот час слуга выздоровел. Удивительно, поразительное событие. Именно оно поражает нас тем, что с одной стороны, насколько этот человек язычник, насколько он явился, явил свою веру во Христа. Он знал, наверное, а может быть и видел сам, что сотворил, сотворяет Господь. И поэтому приходит к нему, искренне общается с ним, искренне, с открытым сердцем. Он признает свое недостоинство, но вместе с тем говорит, что ты можешь это сделать и словом. Я знаю, я верю в тебя, я верю тебе, я верю тому, что вижу. И вот так же прочие народы легко принимают Христа. А сыны царства его отвергают тем, кому он приходит, непосредственно с кем он общается, с кем проповедует. И это, конечно, очень печально. И это вот нас тоже наталкивает на очень большие рассуждения. И нас, людей, сейчас слушающих Слово Божие, слушающих Писание. Опять же, постоянное противление словам Христовым, которое порождается в нашем сердце, из-за нашей гордости, из-за нашего горделивого сердца, исполненного вот этими страстями, которые нас погубляют. От этого мы должны избавиться. А иначе, да, как мы видим, будем мы находиться во тьме внешней, вне царства Божия, там будет плач и скрежет зубов. Страшное Писание предлагает Господь. Итак, по вере вашей да будет вам. Вот по вере нашей. Господь обличает маловерие иногда учеников. И действительно, из-за их маловерия они не могут справиться с какими-то событиями тяжелыми, которые случаются. То буря на корабле, то еще что-то. Маловерные, Господь говорит. А здесь сотник проявляет такую необычайную веру. Вот этому мы должны тоже учиться у Христа. Учиться, простите, у сотника. Как он обращается ко Христу. С какой верой. То есть мы должны также, понимая, что если что-то в нашей жизни случилось, совсем искренним сердцем обратиться к Богу. Но опять же, вместе с тем, с одной стороны, да, вот мы можем искренне обращаться к Богу и обращаемся к Нему порой тогда, когда в нашей жизни случается что-то плохое, что-то нехорошее, скорбное и печальное. Но когда нам хорошо, здорово в нашей жизни, мы почему-то о Боге не помним. И это вновь, вот это вновь опять же обличает нас, в нас, нашу веру. Мы должны за все благодарить Бога, по слову апостола Павла, за все в скорбях, печалях и радостях в том числе. А не тогда, когда, как говорится, народная мудрость, когда грянет гром, да, мужик начинает креститься. Это, конечно же, свидетельство о нашей вере и маловерии. Итак, будем помнить об этом, дорогие братья и сестры, помнить и о тех примерах веры других, которые явлены в Священном Писании, помимо вот этого примера сотника. Это не один человек, который выразил то, свое искреннее обращение ко Христу, что Господь и отметил в его жизни. И мы видим, что этот сотник попросил не для себя помочь, может быть, ему там что-то сделать. Может быть, он тоже был человек больной и так далее. Может быть, чем-то страдал, каким-то недугом. Но он просит для своего слуги. Вот здесь мы видим искреннюю веру, любовь, отношение к ближнему. У какого-то языческого, у какого-то язычника, пример, который сейчас служит и для нас. Будем помнить об этом, будем помнить необходимости укреплять свою веру, будем помнить необходимости добродетелей. И тогда по вере нашей, как говорится в Священном Писании, как говорит Господь, будет и дано нам. Сегодня мы читали с вами Евангелие от Матфея, 8 главу, с 5 по 13 стих. Ну, а я с вами на этом сегодня прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч. И храни вас Господь. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже!